Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какая гонка с очень неожиданным мифическим зверем приехала на Юрик, как скоро уедет летний лагерь, ну и конечно же поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Вот и настала последняя неделя летнего лагеря вестерна. Остались последние 7 дней до обновления в среду, и дальше лагерь покинет Юрик вплоть до следующего года. Так что если у вас еще осталось золотишко, которое вы можете потратить либо на питомцев, либо на обмен жетонов, или же может быть вы хотите заранее закупиться ключиками-отпугивателями или же приманочками для диких лошадок, то тратим-тратим, не оставляем ничего, если у вас есть такая необходимость. Ну или может быть вы еще не всю одежду купили за жетоны или же за шиллинги с старкоинцами. Ну я лично купила все, что хотела, то бишь ничего, в этом году мне ничего не понравилось, поэтому я коплю свои жетоны вплоть до следующего года. Также напоминаем, что здесь есть возможность не только купить за старкоинцы курочек или обменять их за золото, но привезли еще и трех питомцев, это набор приманки за 60 жетонов, набор первопроходца и набор старателя. Вот такая вот замечательная кирка. У меня ее, на удивление, нету, хотя мне казалось, я ее покупала. Давайте, знаете, наверное, ее может быть-то сразу и купим. Хотя нет, я вот куплю набор первопроходца или же нет. У меня очень много похожих питомцев, но кирки, пожалуй, да. Кирки у меня нет, поэтому все-таки надо что-то купить себе в этом году на этом празднике. Казалось бы, вот только недавно приехал летний лагерь, а ведь уже на следующей неделе он покидает нас до следующего года. Ну что ж, это все новости, что касаются вестерна. Теперь перейдем к основному сюжету этого обновления. Для того, чтобы начать новое задание, нужно доехать до Скотта Батругода, который сидит все так же в своем мистическом приключенческом лагере и ждет ваши ящики, если вы их еще не дособрали, чтобы выполнить с ним интересное задание. Вот здесь находится этот лагерь, и давайте же мы узнаем, что у него случилось. Привет, Дарья, как тебя жалует наша глушь? Надеюсь, ты не теряешь бдительности? В этих лесах полно зловещих созданий. Кстати, ты в лагере первопроходцев? Я взялся объяснить этим двоим, что такое лето. Время отважно исследовать дикую природу, невзирая на опасность. Если хочешь отдохнуть от дела и послушать о том, где искать настоящее приключение, для тебя есть местечко. Так, пожалуй, прежде чем мы начнем, надо включить на максимум музыку, потому что в таких заданиях всегда очень классная музыка. Скотт какой-то нервный. Дарья, знаешь, кто такие зайцелопы? Я провел целое расследование. Вот, все факты на доске. Наверное, ты хочешь спросить, зачем? Угу, я думала, ты все-таки спросишь. Неважно, сам расскажу. В наших краях заметили зайцелопа. Он похож на кролика, но с рогами, как у антилопы. Страшный зверь. Поможешь мне отыскать это коварное существо? Что мне сказать? Ну, как бы, просто э-э, тут бессмысленно. Мне кажется, зайцелопа существует только в легендах. Мы живем на Юрвике. Мы уже чего только здесь не видали. Только если вы не новичок, который еще ничего здесь не повидал. Снежного человека мы нашли. И зайцелопа тоже найдем. Да, с мистером Снежным Человеком здорово вышло. Жаль, никому не расскажешь. Хотя бы есть что вспомнить. Я купила лицензию на фотоохоту за зайцелопами. 31 июня поеду в Вайоминг. Одна проблема. Не могу найти этот день в календаре. Э-э-э, кажется, тебе разоголяю. В июне всего 30 дней. Они хотят сказать, что зайцелопы существуют. Ого-го, а ведь точно, они стараются нас отвлечь. Совсем как американское правительство с пришельцами. Но ничего, зайцелопы вводятся и у нас. Я недавно заметил подозрительного зверя. Но, как обычно, не успел сфотографировать. Ну что, не боишься? Поищешь зайцелопа? Конечно, мы поищем зайцелопа. Куда нам деваться? Если увидишь зайцелопа, руками не трогай. Это опасно. Я разметил зону, где видел всякие странные вещи. Предлагаю тебе проехать по этому маршруту. Может, тебе повезет. За выполнение этого задания мы получим как раз-таки питомца зайцелопа. Ну, кстати, 50 шиллингов, 150 опыта персонажей и 150 опыта лошади. Но нас интересует именно питомец. Вау! Я, пожалуй, даже скрою экран. А, нет. Нет, нет, нет. Пожалуй, мне нужен интерфейс. Без карты очень тяжело ориентироваться. Так, ой. Это нужно про... А-а-а! Начать сначала. Я думала, это маршрутная гонка. Ну, забег. Так, а оказывается, надо именно собирать кроликов. А! И причем, видимо, собирать надо прям чётенько по ним проезжать. Никакого радиуса у них нету. Неудобно. Господи, это что... Что это такое? Это что за лесной еди был? Так, теперь сюда. Стой, зайка. Стой, 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 стой. Сюда. Надо было бы лошадь, наверное, покормить. А-а-а! Ну, что ж ты так выбегаешь-то? Так, сюда. Там был какой-то звук в тумане. Опять этот. Нет. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай. Помогите. Это что, гигантский кролик там? Вот там, чёрная. А, давай-давай-давай. Начать сначала. Так, понятно. Пожалуй, я продолжу, когда буду уже доходить к финишу. Ммм, приятные новости, кстати. Когда вы нажимаете на части гонку за... Заново... На вас воют волки. То есть они вроде как вас видят. А-а-а! Как это? Почему так сложно? Не, ну у меня лошадь, конечно, ещё и не кормлена ни разу. Но почему там так сложно прям заехать на некоторые холмики? Непорядок. Вот тут на камне сидит сова. Это она, я так понимаю, издаёт эти страшные звуки. Да, вот эти вот звуки. Так, здесь. Сюда. Давай кролик. Не могли сделать хотя бы какой-то маленький радиус для кролика, нет? Не дано? Так, давай сюда. А, вот там паук какой-то чёрный гигантский сидит. Просто я его не заметила в первый раз. Так, тут сидит у нас на дереве большой... Ай-яй-яй-яй-яй. Большой кроль. Так, давай только не в дерево. Текстуры. А-а-а! Как же... Как же это всё? Так, давай-давай. Две секунды. Молодец. Продолжаем. Да, в этой гонке без кормёжки на лошадке очень плохо. Так, а куда? Вот он! Ну, конечно, да, бронза, но мы поймали зайцелопа. Теперь, я так понимаю, нужно просто вернуться к скоту? Пожалуй, по волкам я точно скучать не буду. Ай. Ага, эта гонка теперь здесь постоянная. Скотт и охота на зайцелопа. Интересно. Так, значит, мы выполнили. О-о-о! Получилось! И получаем нашего питомчика зайцелопа. У меня как раз сумка есть с собой. Давайте на него посмотрим. Это вот такой вот маленький питомчик, как обычный кролик. Но очень-очень симпатичный. Но, кстати, он выглядит даже как будто бы, знаете, ещё меньше, что ли, чем обычный кроль. Но вот окрасы у него такой прям лесной, диковатый, с белым пузиком. Носочки у него такие классные. И рожки. Вообще, есть похожее существо, только если это зайцелоп. Не помню, как он в оригинале называется, то есть похожее существо, только не помню, где, в какой конкретной я имею в виду стране, есть Вольпертингер. Это примерно то же самое. Это два очень похожих мифических существа. Только если зайцелоп, это просто зайчик с рожками. То Вольпертингер, это тоже заяц, тоже с рогами, но у него ещё есть и крылья. И, по-моему, там какое-то отличие, ещё какое-то тело у него особое. В общем, да, есть два таких похожих существа. Я бы очень хотела сюда, чтобы добавили тоже Вольпертингера, потому что он с крылышками. Симпатичный такой зверёк. Но у меня есть он в виде питомца в Волду в Варкрафте. И это теперь очень интересно. Я даже хочу сделать такие скриншотики, что, мол, у меня есть зайцелоп в ССО и Вольпертингер в Вове. Это очень интересно и очень смешно. Причём, я думаю, они будут очень похожи. На этом видео по обновлению подошло к концу. Но что же ждёт нас на следующей неделе? Летний лагерь Вестон покидает Юрик. Но вместо него к нам возвращается Облачное Королевство вместе с Радугой. Ну и, конечно же, потери всех цветов, поиском этой радуги и сбором всяких облачёчков. Так что, да, готовьтесь. Приедет наверняка какая-нибудь одна или две новые магические радужные лошадки. Интересно, какие. Очень-очень ждём. И, кто видел спойлеры, нас ждёт два сета одежды. Очень-очень классно. Мне лично они понравились. Я безумно их жду. Так что, на этом всё. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам данный питомец. Вот этот зайцелоб. Мне он лично очень сильно нравится. Пожалуй, это будет мой самый любимый питомец подобия кролика. Уж больно он симпатичен. Ну а на этом всё. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ну типа, зимой, ну какой же ты прикольно. Особенно, когда встаёшь в стойку по сторонам смотреть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...